Ну что, хлопцы, думает буржуазинец? Гражданин Махно, могу я спросить, имеете ли вы хоть малейшее представление о законах такой науки, как экономика? И еще вопрос. Вы расстреляли несколько человек. Запугивайте. Убили Моисея Наумович предателей. Вас никто трогать не собирается. Рассказывайте про экономику. Я люблю учиться. Добавлю я 70% рабочим. Хорошо. И это скажется на себестоимости продукции. Снизится сбыт. Я вынужден буду уволить торговых агентов в уездах. Вынужден. Сбыт скорочу. И что, где мой выигрыш будет? Меня обойдут конкуренты. И если я не разорюсь, я вынужден. Я вынужден снизить производство. Я уволю рабочих, вас всех. И где же выгода профсоюза? Это коротко, упрощенно. Бикицер, где взять деньги? Где взять деньги? Ну что ж, я трошки подскажу. У вас в доме 5 человек обслуги. Оставьте одного, двух. Вам хорошо. Борщ не изготовят. Или рыбу не сваршируют. Свободно. Так, хлопцы? Да. Вы по заграницам отдыхаете. Тратитесь несчетно. А чем у нас хуже? Плавник вам. Рыба. Хочешь самов ловить. Хочешь лисей. Природа равная. Мебель вы из Италии заказываете. А и у нас есть тайера такие, что вам скрипку изогнут. А не то, что вам какие-то завитки на буфете. И гораздо дешевле вам мебель станет. И не хуже итальянская будет. В конюшне у вас 6 лошадей, а и пары хватит. Вот вам и деньги на рабочих. Это вам тоже коротко, упрощенно. И к чему это все идет? В конечном счете. В конечном счете рабочие будут хозяевами. При техническом руководстве. Вашем, к примеру. Конкуренции не будет. Прямой товарообмен. Селяне рабочим. Мясо, молока, хлеба, рыбы. Рабочие им. Машины, инструмент. Сколько кому нужно. По силе надмести. Без денег? Без денег. А денег. Алчий злоба. Это я тоже коротко. В рассуждении, братцы, про такую науку, как анархизм. Мы согласны. 70% и 10-ти часовой рабочий день. Ура! О, 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 о Продолжение следует...